приветствую всех дорогие друзья добро пожаловать на канале mx fishing дорогие друзья как вы видите в этом видео мы будем сегодня ловить прудовую форельку так как потихонечку у нас становится осень то есть осень приближается нас конец августа и в принципе погодка уже более или менее соответствует для того чтобы ловить прудовую форель так как летом частенько очень жарко рыба отказывается ловиться вот и сегодня для этой рыбалочки я выбрал премиум озеро на пруде thinking бах на моем любимом пруде домашний мой водоем и сегодня хочу себя немножко побаловать рыбкой за этого премиум озеро она в принципе меньше и ну по габаритам да скажем так и в принципе здесь когда вы берете премиум карту для разрешения то вам немножко больше запускает рыбки вот так что сейчас попробуем будем ловить как обычно на искусственной приманки в стиле траутерия надеюсь на много поимок конечно ну посмотрим как будет все это идти буду использовать колебалки резину силиконовой приманки и также воблер так что давайте ребята начнем я довольно поздно приехал уже девятый час может быть утренний клёв уже прошел но рыбки достаточно водоеме видно и очень много и посмотрим все что получится смотрите в этом видео и желаю вам приятного просмотра а мы начинаем так давайте попробуем с такой колебалочки более активной выбрал цвет сейчас такой серебряный с зеленой точкой задняя часть у меня получается черная 24 грамма но рыба как я вижу очень сильно играет на поверхности также очень много рыбы стоит сверху поле принципе так что скорее всего придется немного улегчится поставить что-то полегче чтобы в принципе собирать эту поверхностную рыбку ну не факт что то что стоит сверху будет нормально ловиться из-за этого все-таки стоит иногда пробовать и более тяжелые колебалки на более глубоком уровне вот сейчас первый заброс в принципе покажет как активно рыбка сегодня хочет ли она вообще ловиться или нет так что сейчас пробросаю разными приманками разными моделями цветами главное в принципе что-то поймать потому что погода у нас все-таки теплая еще не совсем прохладно то есть сегодня обещают в обед 25 градусов сейчас наверно уже все 18 19 солнышко давит то есть очень тепло вот и конечно же для форели для такой холодно любивой рыбы это не очень хорошо вот она первая посадка и первая рыбка в подсаке ребята но все-таки уже на воблер не на колебалку потому что воблер идет у меня именно эта модель прям сверху получается то есть я могу очень медленно тащить и он получается идет почти под поверхностью сейчас покажу приманочку рыбку сейчас освободим успокоен как говорится и у нас вот такая замечательная радужная форелька примерно 400 грамм на воблерок сейчас покажу вам приманочку вот такой замечательный воблер это grasshopper от компании tackle house идет он реально где-то 02 08 максимально его иногда подгружая су спиндотсами вот и ну в принципе сейчас то не надо надо поверхностную подачу и такой оранжевый воблерок уже сработал то есть рыбу я вижу она стоит сверху на колебло не было поимки реакции на воблер сразу принципе пошли тычки и села первая рыбка вот эти именно модели grasshopper это большой grasshopper вы можете приобрести у меня в магазине mx fishing store очень хороший воблерок в разных расцветках очень хорошо ловит форельку единственное что я сейчас замечаю что на яркую приманку все-таки не такие реакции как ожидалось то есть да есть поимка но вот куча рыбы стоит и на ней не прям не сразу кидаются на приманку то есть они более пассивны вот такое вальяжное поясинное поведение из-за чего я принципе попробовал сейчас на яркую приманку вот одна выходит пробует мимо два раза мимо и еще раз мимо принципе она не агрессивная рыба то есть она не кидается сразу на приманку а так вот подбадывает ее и пытается как-то и очень вальяжно догнать как-то скушать но это не агрессивное поведение то есть более пассивное что при таких температурах в принципе понятно рыба сверху рыба потихоньку передвигается но в основном стоит вот на одном пятне это показатель того что она в принципе более пассивно чем активно ну в принципе ее можно уговаривать конечно различными приманками силиконовым приманками такими поверхностными всякими темами если она вот реально уже сверху стоит так что будем пробовать так выход подача мимо на рыба рыба не кидается на приманки ее нужно реально уговаривать так что сейчас будем чередовать всякие приманочки пробуйте поймать все-таки да вот пошли ребята первые реакции на силикончик очень легкая головка 0.003 грамма примерно наверно даже на 2 плавающий силикон и вот подаем прям с поверхности такие валяжные движения подергивание небольшие паузы все что не делает сильно большую активную игру уже первая реакция была рыбка не успела докушать я рано вытащил рано подсек как видите когда рыба стоит сверху стоит все-таки пробовать поверхностные какие-то темы и не торопиться с силиконом тема такая слишком будем торопиться будем терять рыбку да главное дать и проглотить на следующая ребята рыбка небольшая радужка в этот раз чуть поменьше но очередная этот раз уже силикон поставил перламутрового червячка нашего это погу от микс лурс такая замечательная форелька позарилась пока что рыба здесь стоит надо конечно это использовать иначе она может просто решить переместиться поглубже или в другое место и мы не сможем его ловить так что используем эту ситуацию вот я не знаю как вам будет видно ребята ну вот здесь вот все полно рыбы стоит здесь и лососевая форель и озерные форели я вижу несколько разновидностей не знаю не получится вам наверно показать все таки ну тут вот угол весь забитый рыбой сейчас попробую вот так сделать нет наверное нет наверно не видно ну ладно будем ловить буду ловить и показывать вам после поимки ребята приманочка которая сработала вот такой вот перламутровый цвет получается погу червячок более такой активный но он короткий 55 миллиметров и ультра маленькая головка не знаю видно будет или нет то есть тут головочка где-то 0 2 грамма специально чтобы ловить на поверхность то есть более высоким высоком уровне над рыбой получается вот то есть все что погружается чуть глубже она отказывается видеть и не хочет вообще на это никак реагировать пока что на данный момент посмотрим как будет дальше конечно но сейчас это к сожалению так и что хорошо вот даже после поимки рыба быстро очень собирается опять на старое место где она стояла то есть не разбредается сильно и остается такая таком на таком пятне скажем так вот не не уходит далеко от точки опаля следующее было блин конечно тут стоило бы подрезать кусты под берегом потому что у меня все приманки зацепляется сразу в кусты и вытаскивать рыбу также не удобно ну хозяин барин как говорится решил все таки оставить заросший берег может быть чтобы честь чаще сливали рыбу и отрывали приманки в этих кущерях сколько раз она пробовала ребята попасть по приманке на 1 8 на дергала дергала и все-таки доела вот еще одна замечательная форель к такая вот рыбка номер три на сегодня и приманочка поломалась к сожалению на ее разбила мы сейчас попробуем даже поймать на вот это тот огрызок который остался потому что это тоже работает так что мы делаем с этим огрызком вот она мне оставил только передную часть одеваем его немножечко под углом такой буквой л и немножечко делаем загиб вот так вот буквально чуть-чуть можно больше даже зависимо от крючка такой небольшой огрызок силикон кидаем смотрим что будет конечно такой более пассивный огрызок который не имеет своей игры сейчас его надо немножечко поддавать по активней подыгрывать чтобы он как-то там производил какую-то игру дергался больше воде вот тогда он будет также сама ловить именно в такие моменты то есть моменты когда рыба отказывается крупные какие-то приманки брать каких-то больших червей длинные приманки не хочет просто их акцептировать вот она то можно использовать такие огрызки типа маленькая личинка на работает как вы видите очень даже хорошо очередная рыбка они все как одна почти то есть разница может 50 100 грамм примерно в основном они все такого одного размера 350 400 грамм замечательная чистенькая рыбка лучшего качества как я считаю вот этом озере фенкенбах лучше рыбы вы не найдете почти что нигде ну и ребята чтобы в принципе сильно не натруждаться то есть не не уставать иногда пьем кофе делаем перерыв 15-20 минут перекур тогда рыбка в это время тоже опять же начинает здесь собираться после поимок мы и немножко распугиваем там она опять со временем собирается так что стоит ловить более спокойно расслаблено и тогда есть опять шансы поймать активную рыбку потому что если ее сейчас постоянно здесь колбасить она довольно быстро убегает с этого места и потом ее придется искать ходить мы найдем конечно же ее опять это не проблема но пока она здесь собирается мы этим пользуемся сейчас попробую еще ультра легкие колебалки 1 2 грамма вот посмотрим что они нам покажут принесут и да ребята таких случаях очень важно тоже иметь поляризационные очки то есть да вот видно что рыба иногда выходит даже от спины видно на поверхности иногда но бывает такая ситуация что рыба стоит 10 20 сантиметров под поверхностью если у нас мало освещения вода мутная мутноватая скажем так то рыбу практически незаметно то есть и надо будет очень долго искать то есть пробивать уровни пока поймешь что вот рыба стоит на поверхности из-за этого советую всем приобрести себе так называемые поляризационные очки с поляризационным фильтром этот фильтр убирает в принципе вот эти блики на воде то есть зеркальную поверхность этот фильтр довольно хорошо убирает и тогда можно видеть реально рыбу также он дает большой плюс в проверке приманок то есть вы увидите когда приманку доводите в принципе до берега допустим и у вас чистая вода вы видите что рыба догоняет приманку да то есть без таких очков довольно трудно понять да то есть только когда у вас есть тычки поимки да там понятно рыбе понравилась приманку но вот быстро чтобы выявить вот если у вас есть догонки то в этом помогает под берегом принципе вот такие поляризационные очки здравствуйте вот это был сейчас лосось примерно на 3 килограмм лососьевой фары вот и что я хотел сказать да поляризационные очки очень крутая тема которая помогает вам реально видеть реакцию рыбы и также видеть рыбу и в принципе экономить время на поиске подходящей приманки так рыба тут что-то разыгралась ребята конкретно просто то есть выпрыгивает начинает разбредаться что давайте будем пробовать и ловить как я уже говорил ультра легкая колебалка 1 и 2 грамма это микс от микс луз то есть мое производство моя фирма вот и именно для таких моментов я в принципе создавал эту приманку то есть поверхностная ловля далеко от поверхности то есть 10 20 сантиметров и поле колебалочка построю она очень узенькая то есть у нее такая более вальяжная игра и такая широкая игра что позволяет ловить капризную пассивную рыбу вот который не нравится сильно широкая игра есть тоже такие моменты используем здесь более узенькие такие вытянутые колебалочки с небольшой собственной активностью труба начала двигаться непонятно куда и зачем лосось попрыгал это большой и начинает распугивать получается защищать своих как говорится ты ведем такую колебалочку очень тоже медленно вальяжненько посмотрим будет ли вообще реакция то есть частенько при пассивном поведении рыба не реагирует вообще на колебалки бывает такое тоже но у нас есть в репертуаре конечно же еще и силиконовые реманки какие-то воблеры то есть что-нибудь подберем все таки для дальнейших поймать сейчас поиграем с цветами разными что-нибудь должно работать вот ребята такое типично летнее поведение сейчас на колебалку практически нет никакой реакции то есть я сейчас попробовал четыре цвета разных разные типы проводок то есть более активно более пассивно рыба море она стоит вот одеялом принципе сверху но нет реакции практически никаких какие-то короткие догонки но она не догоняет приманку в принципе вообще никак то есть так чуть-чуть выходит за ней разворачиваться заходит обратно в стаю то есть это такое типичное летнее поведение когда жарко когда рыба себя чувствует некомфортно вот и когда она стоит вот на поверхности здесь сейчас надо использовать другие приманки так как я понимаю колебалки не работают пока что посмотрим что будет ближе к вечеру но сейчас вот реально я касаюсь рыбы приманками и она на нее никак и практически не реагирует от слова вообще то есть даже даже не хочет в ее сторону смотреть то есть обратно переходим к силиконом приманки в этом случае сейчас попробуем поставлю небольшую личинку и попробую подергать на поверхность что будет в этом случае сейчас посмотрим да и вот сейчас тоже на силикон когда я вытаскиваю из зоны где стоит рыба то есть из стаи то она не догоняет то есть она не хочет преследовать приманку долго надо постоянно и подбрасывать опять там где много рыбы получается в зону и только там какие-то есть реакции далеко рыбка не хочет как я уже говорил повторюсь выходить она просто смотрит на приманку смотрит удивляется и уплывает просто в сторону сейчас самых активных мы получается выдернули поверхности все что вот это стоит осталось и рыбы немало как я говорю повторюсь очень много рыбы но реакции очень-очень мало то есть она пока что чувствует себя не очень хорошо по такой жаре да ребята хоть и рыбы очень много здесь стоит я очень много рыбы вижу но к сожалению лет не как с пистолета надо подбирать приманки то есть принципе даже на силиконовые какие-то темы вот одна-две поимочки максимально там на один цвет и надо подбирать другой же цвет то есть вот такое ощущение что их какой-то коллективный разум и они передают друг другу что не стоит ловиться на тот цвет который ты уже поймал вот и они в принципе как будто насмотрелись вот было был выход за червячком включение что не друг другу рассказывают на что не стоит обращать внимание вот еще одна поклевка и приходится меня частенько цвета и модели приманок силиконовых искать именно потому что на один и тот же свет просто нет поимок то очень интересно принципе вот она прям сбоку подлетела я поменял опять же приманку поменял цвет эти кусты как я их обожаю вот и рыбка глупила вот но пришлось подумать пореагировать и все-таки она решилась взять уже совсем абсолютно другую приманку силиконовую и другой цвет сейчас я вам приманку покажу рыбку успокою вот такая у нас очередная порционочка красивая и в этот раз сработал уже такой длинный червяк это хайпбурм от мx лурс в розовом цвете такой розово-перламутровый цвет и вот более длинная приманка хотя в принципе перед этим мы поймали на огрызок в перламутровом цвете белом в этот раз уже реакция на розовый длинная приманка вот в принципе что я всегда повторяю ну нужно всегда варьировать то есть всегда думать какую приманку поставить следующий все время менять приманки пробовать различные модели то есть нет реакции нет выхода за приманкой то есть она вообще никак не реагирует сразу меняем то есть не остаемся не остаемся слишком долго на одной приманки иначе мы тратим в принципе зря время да то есть лучше стоит поменять попробовать и постоянно чередовать приманки тогда можно поймать намного больше чем сидеть вот везде не останавливаться на одной какой-то приманки которая не работает вот и летняя рыбалка на форель она в принципе такая довольно трудовая нелегкая то есть редко когда бывает не что ловится реально на все это одна все типажи приманок на все цвета и но это довольно редкие случаи в основном вот такая ситуация что рыба довольно высоко стоит над поверхностью очень пассивно себя ведет и реагирует очень плохо на любые типажи приманок вот даже ребята которые ловят на натуральные кита приманочки там скажем червей каких-то там тесто вот это форелевая даже у них в принципе хотя они ловят довольно пассивно у них даже очень мало поимок то есть лето это такая темка где у вас с 10 рыбалок может выстрелить 1 по форели так что есть конечно какие-то ключики вот я сейчас он пытаюсь немножко рассказать показать как можно все-таки уговорить ту или иную еще раз рыбку как бы но не всегда это получается и связано это с очень как бы такой трудовой рыбалка где надо много думать надо много экспериментировать и ни в коем случае не оставаться как я уже говорил повторюсь слишком долго на одной приманке и так дорогие друзья на этом я буду завершать сегодняшнюю эпопею по форелевой рыбалки как вы видели в принципе все поимки в основном с утра и все поимки в основном без камеры скажу как есть то есть я накидал в принципе пол ящика пол холодильника но очень много поимок без камеры потому что промежутки между поимками будем очень большие вот но все равно я думаю мне удалось вам показать летнюю форелевую рыбалку как она в основном случается летом по жаркой погоде по высокой температуре и высокому давлению думаю кое-какие советы я вам смог дать сегодня показать теорию также немножко практики ловилась сегодня на основном две модели палок это спиннинги от компании azura один раз оливия до 7 грамм это у меня в основном тяжелой колебалки и воблера потом у меня одна моделька до 3 грамм это у меня силиконовые приманки ультра легкие колебалочки воблеры и одна моделька у меня до 5 грамм тоже от azura diablo вот на которой ловлю на средние веса колебалок в основном и на воблер вот ребята так что благодарю вас за просмотр надеюсь вам видео понравилось если это так то подписывайтесь обязательно на канал ставьте лайки и пишите комментарии ну а мы увидимся на следующей рыбалке надеюсь лучшим клёвом